Добрый вечер. С творчеством Сергея Довлатова я познакомился 15 лет назад. Моя подруга играла в спектакле, который назывался просто «Читаем Довлатова». В театре «Старый дом», это было еще в Новосибирске. Я прочитал. Мне кажется, к определенному моменту жизни у каждого из нас есть свой довлатовский чемодан, свой багаж воспоминаний и личного опыта. Мой багаж, мой чемодан – это мои друзья. Они настолько разные, что иногда мне кажется, что их объединяет только моя любовь к ним и сам факт обучения в Новосибирском госуниверситете. Например, мой друг Николай. По бескорыстию, емким формулировкам и по отношению к алкоголю, конечно, Коля сродни довлатовскому фотографу Жбанкову, за исключением, пожалуй, того, что ему, имея деньги, легче переносить нищету. Николай – собственник крупной строительной компании, возводящей многоэтажные жилые массивы в Подмосковье. Он, кстати, один раз пытаясь придать нашей беседе интеллектуальную, как ему казалось, филологическую искру, вбросил в пьяный разговор тему. А почему в Подмосковье есть, а под Новосибирье или под Петербуржье нет? Бурного развития темы не получило, и мы, видимо, через ассоциативно-географический ряд переключились на обсуждение моей давней привычки перед поездкой в какую-либо страну заучивать самую дурацкую фразу из разговорника, чаще всего из раздела «у врача», и потом шокировать ею менеджеров в отеле, водителей и официантов. Например, во Франции это было «Le Grand Insect Moapique» – «Меня укусило большое насекомое». В Испании «Dosnudos del miedo del cuerpo y vuelto» – «Разденьтесь, пожалуйста, до пояса и развернитесь». Реакцию местных жителей можно представить. Так вот, мы посидели, посмеялись, повспоминали эти истории, а через три дня ночью мне звонит Николай в состоянии глубокой алкогольной интоксикации. «Дима, я в Париже, в аэропорту Шарль-де-Голь. Николай слегка картавит, что во Франции придавало его общению особую пикантность. Я где-то протирал паспорт, жену и багаж. «Дай своей жене трубку», – она учила французский. «Пусть она им все объяснит, пусть найдут. Главное – паспорт. Дима, паспорт главное, жена черт с ней, взрослая, выживет, но паспорт пусть найдут. Но я тебя предупреждаю, они тут в принципе по-французски не понимают». И в сторону «Ребята, жандармы, я вам же по-французски говорю «Муапике». Ну, Дима, они вообще не рубят «Муапике». Каким-то образом кусок фразы «Ле Гранд-Инсек Муапике» про укусившее большое насекомое из нашей недавней беседы зацепился в голове у Николая. Алкоголь дал полное восприятие свободного владения французским. Жена поговорила с полицией и выяснила, что они в полнейшем недоумении. Человек без документов ходит по аэропорту и всем говорит, что его покусали. Но на предложение проследовать в медпункт для исследования его ран от укусов Коля отвечал категорическим «ноу». Вопрос урегулировали, но, думаю, на фоне скучных полицейских будней в Европе, Николай на долгое время после этого стал главным объектом обсуждений среди доблестных сотрудников парижской жандармерии. Это как у Довлатова, когда проводники собираются вместе, один другому, наверное, говорит. «Вот все могу простить человеку, но ежели кто спит, а мы ихю проезжаем, век тому не забуду». Или другой товарищ Сашок, причем именно Сашок, а не Саша или не Александр Викторович, хотя он руководитель крупной энергетической компании. Это такой двухметровый, добродушный, временами нелепый и асоциальный человек, который находится в жестком контроле и управлении у своей жены, но при этом очень талантливый финансист. Классической иллюстрацией, наглядно представляющей Сашка, может служить случай, когда во время работы еще в РАО ЕС ему пришел e-mail от его знакомой из административного департамента о том, что его включили в какую-то рабочую группу по одному из проектов. Сашок со свойственной ему прямотой ответил, «А зачем они опять меня включили в одну группу с тунеядцами и идиотами?» И вместо «ответить», нажал «ответить всем». Причем в рассылке были не только, выражаясь терминологией Сашка, непосредственно сами тунеядцы и идиоты, но и их руководители, заместители и помощники. Нужно ли говорить, что после этого Сашок был душой коллектива? Так вот, однажды вечером, еще в Новосибирске, Сашок заехал ко мне поработать. Я сначала пытался вяло возражать, дескать, собрался в ванну, и сейчас ко мне придет девушка, но Сашин железный контраргумент «И чё?» положил конец моим предполагаемым вечерним планам. Дело в том, что поработать у Сашка подразумевалась быстрая проверка почты, чат с иностранными девушками, это тогда было модно, ну и выпивка с возможными отягощениями. Собственно говоря, начиналось все достаточно безобидно. Я в ванной, Сашок в чате, время от времени кричит мне, спрашивая перевод тех или иных слов, чтобы иностранки правильно понимали направление его мыслей в их отношении, которое, кстати говоря, судя по запрашиваемым им словам, особой широтой не отличалось. В это время Сашину машину у моего подъезда замечает еще один наш знакомый, Жентяй. Чтобы дать ему характеристику, можно упомянуть, как однажды в компании, пытаясь произвести впечатление на девушек, Жентяй вступил в беседу с фразой. А вот еще прикол был, мы деда хоронили. Далее, собственно говоря, шло описание непосредственно прикола, суть которого в том, что в ритуальном агентстве перепутали данные Жентяя и его деда и сделали соответствующую мемориальную табличку. Но в понимании Жентяя это должно было заставить сердца дам дрогнуть. Но, пожалуй, главной особенностью его было то, что Жентяй всегда каким-то внутренним чутьем угадывал, если где-то что-то назревало. Вот и тогда, увидев машину Сашка, Жентяй сразу понял, сегодня будет праздник. Водушевленный этим чувством, Жентяй взлетел на этаж и начал звонить в дверь. В это время, не менее воодушевленный раскрепощенностью своих собеседниц в чате Сашок, на звонки не реагировал. Я подключился. «Саша, открой дверь!» Никакой реакции. Жентяй, подозревая, что упускает, видимо, самую интересную часть праздника, стал звонить ожесточеннее, подключив в промежутках для убедительности попинования двери. «Саша, ты слышишь?» «Открой дверь, Саша!» Уже почти истошно кричал я, пытаясь перекричать шумовой эффект, производимый нетерпеливым Жентяем. Наконец слышу, Саша подбегает к двери. «Саша, я тебе уже пять минут ору, ты дверь открой!» «Сейчас, сейчас!» Саша зачем-то дергает ручку двери в ванной и понимает, что заперто. И, уперевшись ногой, он вырывает с мясом щеколда и половиной косяка дверь в ванную. Но далее, не обращая внимания на опадающие детали двери, обалдевшего меня, сидевшего в ванной, и трели звонка, Сашок невозмутимо задает вопрос. «Чё, Дим, чё?» Ну, свой ответный текст по этическим соображениям я приводить не стану. Так что довлатовые герои не просто среди нас. Довлатовские герои — это мы сами. Важно уметь видеть, наблюдать и смеяться над всеми нелепостями жизни, в том числе и над собой, и любить тех, кто рядом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ